МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лазаревский район Сочи – это один из самых популярных курортов в нашей стране. Сегодня в этом микрорайоне проживают и трудятся представители многих национальностей. А когда-то здесь жили только греки. В каком году они стали заселять эти места, какое наследие нам оставили? И чем сегодня занимается греческая община Лазаревского района Сочи, мы решили узнать лично. История Лазаревского микрорайона началась в первой половине XIX века. В 1839 году на этом месте адмирал Михаил Лазарев построил военный форт. Чуть позже, в 1864 году, генерал Василий Гейман основал здесь военный пост и назвал его в честь великого флотоводца – Лазаревский. После выселения черкесского населения практически пять лет эта местность пустовала. В 1869 году сюда прибыли новые поселенцы – беженцы из Малой Азии, греки-понтийцы. 43 семьи осели на месте современного поселка, основали деревню и назвали ее Лазаревское. И только к концу 80-х годов XIX века у греков появились соседи русской национальности. Греки все прибывали и прибывали и прибывали. До 1949 года, до выселения, в Лазаревском районе жили до 70% греки. Их устраивало то, что жили они рядом с берегом. Наверное, в первую очередь вот это и было. А в Лазаревской тут сама природа, зимы нет, тепло. Десять месяцев можно считать, что вообще лето. Если тепло, значит меньше дров, тоньше стены, легче жить. Первые греческие дома появились на возвышенном месте, где спустя несколько десятилетий был возведен и храм во имя Пресвятой Богородицы. Ее они открыли официально в 1905 году. Георгий Савильевич, Караяниди, Сайториди, Анастас Пантелеевич. Все греки вместе они строили, но они были одни из организаторов, которых внесли в список строителей данной церкви. Практически она не работала где-то 3-4 года после прихода советской власти. Она сохранила почти свой прежний вид. Уже в 90-е годы немножко привели, так сказать, внешний вид, построили рядом здание. На сегодняшний день церковь, она как бы нуждается реконструкцией малой. Фундаменты позволяют. Собираемся провести реконструкцию. Представители греческой общины всячески помогают приходу, а отношения с настоятелем церкви более чем добрые. Настоятель храма русский, отец Дионисий, говорит на греческом. Многие все говорят, но он особенно хорошо говорит. Знает очень хорошо, прекрасную историю Греции, историю вообще происхождения православия. Отношение его нас радует. Мы националисты, он уважает всех православных, но к нам есть особое отношение, как основатели, наверное. Из справочной книги Сувориных «Черноморское побережье Кавказа» за 1916 год мы узнаем, что к этому времени в деревне функционировал базар, многочисленные лавки, магазины и кофейни. Работала гостиница, ресторан и две столовые. Население в основном занималось сельским хозяйством. Выращивали хлебные злаки, кукурузу, табак и виноградники с винами и столовыми сортами. Также промышляли и ловом, но больше зарабатывали на постройках соседних дач. В это время начинается расцвет греческой культуры и образования. Открываются первые школы. Вот в этом месте, вот здесь была школа, греческая школа. В царское время еще была она открыта. Здесь учился мой папа до 4 класса. В 1937 году закрыли. Первые репрессии как раз начались и в 1937 году того селения. Может быть, в связи с этим закрыли. Длились до 1949 года. Вот здесь вот вдоль, с обеих сторон улицы, были маленькие домики греческие. Тогда Лазаревская, она тянулась где-то, ну, около километра, не больше. Это после уже разрослась она. Мы сюда вернулись в 1959 году. Мне уже было 6 лет. Я когда в школу ходил, я помню, стены еще стояли. Стены стояли где-то вплоть до 1967-1908 года. Ну, вот снесли. Видимо, связано было со строительством. Тогда вот рядом вот здесь вот кинотеатр «Восход». Вот его строили, наверное, в связи с этим. Потом, ну, велась реконструкция. Закрытие греческой школы не означало прекращение обучения греческому языку. Его неофициально продолжали преподавать в русской школе, которая располагалась в доме одного из греков-переселенцев. Этот дом принадлежал роду Симеонидии. По 1949 год здесь проходило обучение греческого языка и письменности. Говорили, что был грек-преподаватель по фамилии Краемидия. Он преподавал просто бесплатно. Но после 1949 года, когда греков отсюда всех, можно сказать, выслали, конечно, я не знаю, что было. Но здесь школу по-новому вернули было в 1965 году. Но это уже была музыкальная школа. Она до сих пор существует. И последние следы греческого обучения здесь вот они и были. Это маленькое уютное здание имеет большое, я бы сказала, даже знаменитое прошлое для нашего поселка. Из устарожил я знаю, что дети бежали сюда с удовольствием заниматься в школу. И даже были такие годы, когда школа просто не вмещала всех желающих. Опять же, из устарожил это здание было построено еще до 20-х годов. За это время мы, как могли, приводили в надлежащий вид. А внутри там также каштан, который вечный, наверное, думаю, так как вечные греческие корни, которые идут с тех времен. Нам очень уютно в этой школе. Но, тем не менее, мы надеемся, что когда-то поселки построят и новое здание. Уже не первый раз в своих путешествиях мы сталкиваемся с домами, которые в начале 20-го века были построены греками. И в которых по сегодняшний день располагаются различные образовательные учреждения. Видимо, настолько добросовестно они были сделаны. К примеру, на улице Шевченко находится еще один греческий дом, где также учат детей музыки. Ну, в те далекие времена, когда церковь строили, в 1905 году открыли, вот эта улица называлась Церковная. И вот здесь вот с обеих сторон греки строили свои дома. Вот этот вот дом один из тех, который остался. Род Семианидих в этом доме жили. К большому сожалению, в Лазаревском осталось очень мало греческих домов. Время требует перемен и реконструкций. Старые здания сносят, а на их месте строят новые. Вот эта вот улица Калараш практически от моря. И на протяжении километра были с обеих сторон застроены греческими домами. В сегодняшний день осталось очень мало. Вот этот вот единственный здесь вот, в Близи моря, который остался, наверное, остался в связи с тем, что его отдали под военкомат. И вот буквально недавно, лет пять назад, объединили военкоматы в город и освободили. Сейчас тут находятся дети, остальные практически все снесены, застроены высотками, где-то улицы, где-то перенесли, перестроили. В общем-то, изменилось, конечно, оно очень сильно. Сегодня в Лазаревском официально проживает не более тысячи греков. С 1991 года функционирует местное отделение греческого общества Сочи Эноси, первым председателем которого с момента основания по 2002 год был Дмитрий Сайториди. Очень умно в свое время было создано главой администрации Скрипкиным Виктором Константиновичем Центр национальных культур, где все на одной площадке, но каждый свободно возрождает свою культуру. Это очень помогло, то есть правильное направление было взято. На сегодняшний день тоже у нас Татьяна Константиновна Крышталь. Это очень особый человек, за счет которого в основном держится наша сегодняшняя, так сказать, культура греческая в Лазаревском районе. Это Центр национальной культуры, она директор этого центра. На базе греческого культурного центра проходят и встречи активистов греческого движения Лазаревского района. Последние 9 лет во главе общественной организации находится известный чемпион Греции по боксу Илья Павлиди. Я закончил спортивную карьеру, переехал в мой родной поселок. Обратно, я сюда часто езжу, я периодически нахожусь в Греции и здесь. Начал сюда ездить, я помогал обществу, как-то собрались, выбрали меня продолжать национальное движение. Наша большая гордость – это наш греческий ансамбль. Он является одним из лучших ансамблей греческих в России. Цель и задача, в первую очередь, продвигать культуру Греции. Второе, чтобы быть ближе друг к другу. Я считаю, что каждый грек по своей возможности должен помогать другим грекам, чтобы решать какие-то проблемы. Во многом заслуга греческого объединения связана с детскими кружками. Сначала родители приводят чадо учить язык, танцы и песни своего народа, а после уже не могут представить свою жизнь без общества. Не было бы общества, допустим, у нас никакой бы у греков не было бы дружбы. Нам просто необходимо вместе собираться, потому что она нам всем дает и энергию, и как-то настроение. По любому случаю, как мы не соберемся, там, концерт сделаем, что бы мы ни делали, да. После концерта собираемся все вместе, обговариваем, как у нас прошло, что у нас прошло. Всем это как бы нравится. Район весь за греков, будем говорить, да. И наш сегодня, как бы, авторитет в районе, в Лазаревском, я думаю, что неплохо отзывается о нашей именно нации. Отношения с другими общинами у нас очень хорошие. Когда они проводят мероприятия, они нас приглашают. Когда мы проводим мероприятия, мы их приглашаем очень дружелюбно живем. Потому что греки – это такая нация, которая неконфликтная, и с администрацией у нас уже хорошие отношения. Основной костяк активистов греческой молодежи общества – это ребята, которые посвятили часть своей жизни греческому ансамблю «Эос». Некоторые из них уже давно не выходят на сцену, но, тем не менее, продолжают болеть душой за развитие и популяризацию родной культуры. Стараемся присоединить всех остальных греков, и чтобы они тоже приходили, узнавали больше истории о каких-то программах, поездках, конкурсах. Потому что есть и другие нации, которые непосредственно желают и танцевать, изучать историю, язык. А так, понятное дело, что не всегда получается чаще собираться, но стараемся все равно проводить какие-то мероприятия, не хотя бы просто за чаем, за кофем собраться, обсудить. У нас есть ветераны, есть пожилые, есть инвалиды, по возможности там смогли, помогли. Ну, как бы для этого общества, чтобы обсуждать непосредственно общие проблемы народа, людей и всего остального. Развиваться любая нация должна, если не будет общества, не будет того места, где это будет. Лазаревский греческий культурный центр развивался неразрывно от общества. И, по мнению местных греков, по сей день является фундаментом греческого общественного движения в районе. Это главное место встречи греческих гостей Сочи, образовательная площадка, где проводятся уроки по новогреческому языку, лекции по истории и культуре, а также проходят занятия по греческим танцам и вокалу. Об интересных страницах истории развития греческого культурного центра, о достижениях участников танцевального коллектива ЭОС и о новых целях руководства организации мы расскажем в следующей программе Эльпида Плюс.